По два в одну лунку. Почему лучше всего сажать именно так? Чтобы иметь обильный урожай, собирать более ведра зеленцов, не применяя много удобрений, и экономить землю. Это лишь маленький список того, чем этот способ так прелестен. В статье я ссылочку оставлю на нее в описании. Не ожидал, что эта тема станет такой интересной. Поэтому решил показать и описать все плюсы и минусы данного метода. Но для начала отвечу на некоторые вопросы из той же статьи. Если мы растолочим землю емкостью так, что она будет рассыпаться при переносе в лунку, это я напредим того, что они плохо приносят пересаживание, повредим корневую систему. То да, конечно, я согласен. В моем случае растение занимается без повреждений и у него нет стресса при пересаживании. Растет как будто бы тут и было. Тем, кто хочет попробовать, но боится, попробуйте выращивать вначале в тарфяных таблетках или бумажных стаканах. Так вообще идеально выходит. Никаких повреждений, так как есть тыкнули в лунку и готово. А зачем вообще рассаду выращивать? Да, был и такой интересный вопрос и в принципе вы правы, можно обходиться и без рассады. Конечно, семенами тоже садим, но на вторую посадку. Когда спешить? Некогда и свежий вырожай уже на столе. Момент с и не болеет, это не означает, что ухаживать совсем не надо. А у человека более лучший климат. Может просто быть, если кто-то вам говорит, что они просто семечки не болеют. У нас зона рискованного земледелия. Любой метод подходит, но не рискую первым. 2 в 1 лунку. Я уже не раз писал на страницах блога, ссылочку оставлю, что мы любители загущенных посадок. Поначалу, чтобы испарялось меньше влаги, поливали с ведра и еще раньше. Таскать надо было далеко. Делали эмульчирование. После как попробовали по 2, если стандартные схемы между кастами 50 сантиметров, то мы даем чуть больше 65. По мере роста они заполняют все свободное пространство. Не растут сорняки, требует меньше полива, а удобрения даем только половину больше. При этом сорта по типу Маша, Криспина и Бетина показывают урожайность очень хорошую. Про то, благодаря чему можно и более взять, расскажу и покажу позднее. Даже привередливый феникс, и тот также растет хорошо. Нюанс. В жарких регионах благодаря этому лист закрывает зеленцы, они не горят, горьковатый привкус тоже пропадает. Минус вижу только в заболевании, так как если болеет один, в этом случае сразу заражается и второй, не более. Правда, профилактика от грибков в любом случае еще никто не отменял. Также я показывал, вы видели про удобрения, откуда у нас берутся удобрения и производители этого натурального органически чистого удобрения. И вот сейчас брожу по огороду, выбираю грядку, где лучше высадить рассаду. Но также есть любители мзоусиных посадок, которые говорят, и я еще не проверял, но вы это можете сделать сами, что можно садить возле редиски. Так это или нет, я не делал, но мне писали, что условно можно высадить рассаду огурцов и рядом посадить редиску. Так они мирно сосуществуют и могут хорошо и удобно расти. В принципе, это можно проверить, но как видите, у меня не хватает для этого места. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик и до скорой встречи!